Неделю назад в Ростове совершил жесткую посадку военно-транспортный самолет Ан-72, после чего сообщалось, что воздушное судно возможно не подлежит восстановлению. Сейчас появилось больше фотографий, на которых можно рассмотреть степень разрушения корпуса. Первое фото демонстрирует носовую часть самолета, на которой видно повреждения обшивки. На следующей фотографии представлена сломанная передняя стойка шасси. Она буквально промяла корпус Ан-72 и вошла вовнутрь. Насколько могут быть серьезными такие поломки, виднее будет пилотам или авиаспециалистам. Напомню, что во время эффекта козления, произошедшего предварительно из-за неисправной гидравлической системы, самолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и сильно пострадал. Окупанты сейчас делают акцент на том, что виновата женщина-пилот. Однако я уверен, что это была неисправность, связанная с импортозамещением украинских комплектующих. Ан-72 разрабатывался украинской государственной компанией Антонов как замена Ан-26. Однако в большей степени, он шел на экспорт. На России сейчас эксплуатируется около 40 самолетов Ан-72. Ранее эти самолеты обслуживала Украина, проводила ремонт и поставляла запчасти. Но после агрессивного российского вторжения, РФ должна будет искать запчасти там, где она хочет. Поэтому любая даже незначительная поломка может привести к тому, что воздушное судно не сможет летать, так как такой запчасти больше нигде не достать. Исходя из этого с уверенностью можно сказать, что аварийно приземлившийся российский Ян отправится на запчасти и не может быть восстановлен.